Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиоуслушатели. Минско-городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. В студии Андрей Макаров и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно цифры статистики. С начала года в столице на пожар АЧС спасатели свержили уже более 2700 выездов. На пожарах погибли 23 человека, один из них ребенок. 34 человека, в том числе двое детей, пострадали. Более 1800 человек работники МЧС спасли и эвакуировали из опасных зон. Далее о происшествиях подробно. Минск чрезвычайный. Началась неделя у столичных спасателей сообщения о пожаре. Гибель двух мужчин в однокомнатной квартире пятиэтажки на партизанском проспекте. Прибывшие на место ЧП работники МЧС обнаружили в квартире следы горевшего домашнего имущества, а на полу два тела. В коридоре находился погибший 65-летний сын хозяйки, а в комнате его 36-летний гость. Предполагается, что причиной пожара стала неосторожность при курении. Ведь со слов соседей, провживавший в квартире курил и периодически употреблял спиртные напитки. Также в этот день, но уже вечером, неприятный сюрприз ожидал владельца Форт Мондео 94-го года выпуска. Его авто загорелся на проезжей части по первому переулку Воснецова. Оперативно прибывшие на место вызова спасатели потушили машину. Теперь владельцу придется потратиться на ее ремонт. В машине повреждены аккумуляторы, электропроводка, топливные шланги, а также лакокрасочное покрытие капота. Скорее всего, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Минск чрезвычайный. В ночь с понедельника на вторник свод КонЧС попало и ЧП на улице Ангарской. На территории частного домовладения неизвестное подожгли сарай. Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали пожар, но огонь успел повредить стропельную систему на площади 15 квадратов внутри него имущества. Середина недели была относительно спокойной. Серьезных происшествий в столице не зафиксировано. А вот ночью с четверга на пятницу пожар произошел на строительной площадке по улице Толстого, где возводят третью линию метро. Здесь горел итальянский инъекционный комплекс. Его используют для подачи цементного раствора под давлением и применяют для выполнения работ по укреплению фундаментов и котлованов. Через 10 минут после вызова пожар был ликвидирован, но машина сгорела полностью. Вероятнее всего, причиной этого стало короткое замыкание электропроводки и установки. В субботу днем из-за кофотопительной батареи пришлось спасать пятилетнего непоседу. Звонок встревоженных родственников привел спасателей в одну из квартир на улице Селицкого. Ногомальчишки предательски застряло в радиаторе. С помощью подручных средств ребенка освободили. Минск чрезвычайный. Также в этот день в жилом доме на проспекте Независимости загорелся электрощит. В результате огнем повреждено электрооборудование и закопчен подъезд. Стоит отметить, что за те же сутки в городе было зафиксировано 4 случая оплавления изоляции электропроводки в электрощитах. Причиной такого ЧП может стать перегрузка электросети. В осенне-зимний период люди проводят дома больше времени. На улице темнеет рано, значит нагрузка на электроприборы тоже увеличивается. Раньше включают свет, дольше работают телевизор и компьютер, чаще используются обогреватели. Также помните, что если в одну розетку подключить сразу компьютер, обогреватель, утюг, пылесос, то нагрузка для сети может оказаться просто непосильной. Особенно это касается старых домов с ветхой электропроводкой. Возникает опасность ее перегрева, что приводит к расплавлению изоляции, а затем и к короткому замыканию. Обнаружив признаки неисправности электропроводки в электрощитах подъездов, незамедлительно информируйте коммунальные службы по телефону 115. По-видимому, окончательно и бесповоротно отъездили свое 45-летний 2С-2101 и 20-летний представитель немецкого автопрома Opel Vectra. Обе машины сгорели в гараже на территории частника по улице Малый Тростенец в воскресенье. А причиной тому стало нарушение хозяином домовладения правил проведения огневых работ. Также в этот день в службу 111 от соседей поступило сообщение о пожаре в Степном переулке. В жилой комнате одной из трех квартир жилого дома загорелось имущество. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили обгоревшее тело мужчины. Как установили позже, это был 34-летний квартиросъемщик. По одной из версий, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении погибшим. Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме гибели на пожарах из-за неосторожного курения, в эти дни в республике проходит акция «Не прожигай свою жизнь». В ее рамках МЧС в очередной раз обращает особое внимание на повышение бдительности населения к вопросам собственной безопасности и заботы о тех, кто находится рядом. Соседи, родственники, знакомые. Ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в состоянии алкогольного пьянения, ставят под угрозу не только себя, но и нас, окружающих. Ну вот и все в происшествиях на сегодня. Берегите себя. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова